Земли Полесья – это кладезь культурного наследия. И вот очередная находка. Сотрудники Национального парка Припятский обнаружили на его территории средневековое городище. Исследование только началось, а специалисты уже собрали большое количество артефактов. Некоторые из них уникальны для белорусской земли. Что собой представляет объект, а также оценки историков в эксклюзивном репортаже Николая Скинтияна. От Турова час езды, затем еще два часа пешком через Полесские Топи. Маршрут не из легких, но для Ольги Хаританович вполне привычный. Специалист по экотуризму нацпарка Припятский во время проведения экскурсий совершила научное открытие. Проходила мимо, заметила возвышенность, которая ярко выделялась из окружающего ландшафта. Решила проверить, что это. Зашла на площадку и увидела, что вокруг нее идет какая-то речушка, которая огибает и закругляется. Пошла вдоль этой речушки и получилось, что эта речушка шла вокруг этой площадки. И место, из которого я ушла, я в него же вернулась. Это говорило о том, что эта площадка абсолютно круглая. И речушка оказалась рвом защитным вокруг городища. На место приехали сотрудники научного отдела нацпарка. Догадки подтвердились. Площадка – укрепленное средневековое поселение. Примерная датировка 8-11 века. 5 тысяч квадратных метров территории. В Полесском регионе это одно из крупнейших средневековых городищ. Как оно было устроено, специалисты метр за метром восстанавливают картину прошлого. Вал либо он вообще отсутствовал, либо он размыт. Но визуально мы его не наблюдаем. И площадка городища ровная. Вероятно, вала не было, а может быть, была конструкция защитная в виде, допустим, стены крепостной. Это тоже возможно выявить только путем исследований археологических. Но ров виден хорошо. К слову, недалеко отсюда располагается еще одно городище, открытое более 60 лет назад. Примечательных артефактов там не обнаружили. Зато на новом месте они видны невооруженным глазом. Связь между городищами еще предстоит установить. Культурный слой здесь на самой поверхности. Достаточно слегка взрыхлить землю. И вот они, артефакты прошлого. Поле для исследования огромное. Вот это, например, кость свиньи. Возможно, домашняя или дикой. Пока изучено всего лишь 10 квадратных метров участка. А находок уже более 800. Керамика, кости домашних и диких животных, образцы орудий, труда, редкая свинцовая пряслица и украшения. Причем уникальное для Беларуси. Самая яркая находка – это фибула. Пальчатая фибула. Фибула – это застежка, булавка. Использовались как украшение и как застежка одежды. Ареал первоначального распространения таких украшений – это Нижний Дунай. Так называемая территория Семиграде. Это современная часть Румынии. Появились они во второй половине 7 века. Именно на той территории. Характерные особенности славянских племен, населявших Припятское полесье, их отношения с соседями – торговые связи. Раскопки позволят ученым расширить представление о белорусской истории. Начало уже многообещающее. Одно из новейших направлений работы нацпарка – археологический туризм. Открытие городища станет импульсом для его развития. Николай Скинтиян, Александр Мурашкин, агентство теленовостей.